Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Ноах. Быстро мы шагаем по книге Бришит. Сказано, Ноах человек праведный и непорочный. Если кого-то называют цадик, обычно имеют ввиду его взаимоотношения с небом. Вот он праведный человек по отношению к небу. Цадик-тамим, это имеет в основном большее отношение к его праведности по отношению к людям. Очень важно, чтобы это было вместе. Потому что иногда человек уходит в какую-то абстрактную праведность и не видит этого мира. Раби Фонштейн именно поэтому написал, что Тора, учитывая это и подчеркивая это, на первом месте ставит ишь человека. А только потом праведный и непорочный. Вывод очень простой. Перед тем, как стать праведником, стань сначала человеком. Потому что Тора взращивает в душе человека то, что там есть. Если ты там черный, то она и будет взращивать это. Бывают очень, к сожалению, люди, которые мудрецы в Торе, понимают Торе. А по-человечески есть, мягко говоря, к ним проблемы. Хотя вообще садить надо всех людей с хорошей стороны. Именно об этом говорится тоже в этой недельной главе. Потому что очень многие считают, что человек праведный и непорочный, про новых, а написано в своем поколении. Имеется в виду, что даже в таком тяжелом и развращенном поколении он был праведником. Ставят это ему в плюс. А другие говорят, что это и потому, что было такое поколение, он считается праведником. А в другом он бы таким не был. И все же стоит судить людей только в положительную сторону. Я расскажу короткую историю. Иерусалим, Первая мировая война. Тяжелое материальное положение, евреев мало. У одной семьи был такой вот золотая монета. И всегда хозяин дома думал, что если совсем сложно, я ее продам и так далее. Вот он приходит как-то домой, мальчик кушает красивую вкусную булочку. Он где-то взял. Он говорит, начали выяснять. Он взял эту монету, игрался во дворе. Потом пошел, говорит, в лавку отдал и купил булочку. Ну, отец побежал в лавку, говорит хозяину, так и так, верни деньги. Тот говорит, да нет, он мне медную монету принес. Ну, как медную позвали, мальчика, золотую и так далее. Ну, короче, вызвали раввина, все, ну, как доказать. А отец мальчика, он был такой активный человек. Вот все вокруг в Иерусалиме узнали, что хозяин магазина вор, мерзавец и так далее. В результате стали ходить меньше. И в результате еще дальше магазин разорился. Человек полностью был разоренный. Куда он делся, не знает. Прошла война, и он получает конвертик, в котором такое письмо и золотая монета. И человек пишет, что, вы знаете, у меня была тяжелая ситуация, проходил через ваш дор, видел, как мальчик играет с золотой монетой. Мне очень было нужно и так далее. Я подменил у него монету на медную. Вот теперь у меня ситуация лучше, я вам верну. Монету он вернул, но магазин разорился, человек пострадал, и что с этим делать, никто не знает. Вообще все наши действия не проходят просто так. Наши действия, они оставляют запись в сердце человека, на невестной канцелярии. Да и на земле все, наши дома все видят, что мы делаем, как мы делаем. Вы знаете, в Самарканде в одно время скончалась жена Хайма Иосифа, Рабанит Малка. Это женщина в течение большого количества времени, во время Второй уже мировой войны, хасиды, которые собрались, вы знаете, в Советском Союзе не сильно соберешься, и только вот в Ташкенте, более-менее там, в Самарканде собирались еще в Узбекистане люди, где их не преследовали, не расстреливали, не сажали в лагеря за то, что они хасиды. Они собирались, и она находила каким-то образом в голодное время, каждый раз, много лет, кормила этих хасидов, накрывала стол, шаббат в праздники, везде люди могли что-то скушать. Это был подвиг. И вот она, когда ушла из этого мира, Равин постановил, чтобы стол, на котором она кормила много лет людей, положили к ней в могилу. Ее разобрали и положили в могилу, как бы заступника на небе, за нее, и чтобы он рассказал, какой громадный вклад она делала в этом мире. Все, что происходит в доме человека, мысли, слова, действия, каким-то образом записываются на окружающих предметах. Вернемся к Ноаху. Ноах строил ковчег, ему никто не верил. Время шло, но верить в приближающуюся катастрофу люди отказывались. Тот, кто не желает видеть правду, не обращает внимания на факты, то он ставит все с ног на голову и сидит на своей позиции. Сейчас тоже так происходит во многих вопросах, но сейчас трогать не будем. Знаете, есть как бы то, что видишь, и то, что делаешь выводы, иногда разные вещи. Однажды в одной семье маленький мальчик совсем проглотил монетку, папа его быстро перевернул и за ноги начал трясти, чтобы она вышла. А старший сын, через несколько дней мать обратила внимание, перестал брать, он обычно брал две монетки в школу, чтобы покушать. Он перестал брать эти деньги. Она его спросила, а в чем дело? Он говорит, ну я понял, что в семье такое тяжелое материальное положение, что за одну монетку моего младшего брата, которую он там трусилит, уже не знаю как, испугался очень. Поэтому надо правильно все это видеть. Вообще мир поменялся. Сейчас мир всемирного похудения. Раньше люди искали, где покушать. Еще буквально несколько, там, я знаю, десятилетия назад проблема еды была. А сейчас какая проблема? Сейчас люди все хотят похудеть, уколы себе делают какие-то, там, ездят за ненормальные деньги в какие-то специальные, там, учреждения, чтобы похудеть. Безумие. Футболист получает миллион, а руководитель лишивает тысячу. И в этом мире мы с вами живем. Нам надо подумать об этом. Подумать особенно в главе новых, которая кончилась не очень хорошо. И чтобы это не кончилось, надо каждому сделать вывод сегодня. Браха вы от слаха. Продолжение следует.